Япония только что ударила по доллару США. Глобальные рынки находятся в свободном падении и экономики крупнейших стран тоже в беде. И если ты думал, что потерянное десятилетие Японии давно закончилось, знай, что оно вот-вот снова начнется. И эта история не ограничивается лишь Японией. Падение японского рынка – это вероятный предвестник грядущих событий во всем мире, на который влияет и экономический шок в Соединенных Штатах. Японский индекс Nikkei упал более чем на 12% за сутки. Для фондового рынка это кровавейшая баня. Все достижения так называемой «новой японской эры» были стерты. Это самое большое падение в истории. У Японии и так куча проблем. Они оказались зажаты между США и торговой войной с Китаем. Слабая иена также привела к тому, что импорт стал дорожать на глазах. А теперь, когда в США грядет рецессия, экономика Японии будет находиться под постоянной угрозой коллапса. Рынки склонны опережать события. И именно поэтому, даже несмотря на то, что всего этого еще не произошло, мы уже наблюдаем эпическую глобальную распродажу. Со своего пика японские рынки упали на 20%. И этот обвал даже привел к срабатыванию автоматических выключателей на биржах. Биржи в Японии автоматически приостановили торги, потому что цены стремительно падали. И многие торговые площадки также испытали перебои, из-за чего трейдеры не могли продавать и покупать. Важно понимать, насколько экономика Японии связана с экономикой США. Мы видим, что крупнейшим торговым партнером Японии являются Соединенные Штаты Америки. Когда американская экономика замирает, японские компании оказываются в затруднительном положении. Крупнейшими покупателями японского экспорта являются США и Китай. В прошлом году более 20% экспорта Японии пришлось на Соединенные Штаты и почти 18% на Китай. Но Пекину не так нужны японские товары, потому что они могут произвести свои собственные. А вот спрос со стороны США тоже начинает падать. Просто посмотри на последние данные по безработице и рабочим местам в Соединенных Штатах. Посмотри на персональные траты людей. Посмотри на жалобы того же Макдональдса. У людей просто не хватает денег, чтобы их тратить. Когда американские потребители оказываются на мели, остается только два варианта. Либо они переключаются на дешевых производителей, таких как Китай. И Япония здесь явно не конкурент Китаю. Либо потребители отказываются от расходов. Сокращают их. А это означает падение спроса на товары. Следовательно, если они будут покупать меньше товаров, то американский импорт из Японии будет сокращаться из-за снижения спроса покупателей. А это приведет к тому, что самый большой спад в Японии за последние 8 лет будет только усугубляться. Так как глобальная экономика связана с рынком США, рецессия в США может повлиять не только на Японию, но и на весь мир. Согласно правилу Тейлора, ФРС США слишком долго держала процентные ставки на слишком высоком уровне. И теперь последствия этого начинают проявляться. Правило Тейлора дает нам представление о том, какой должна быть процентная ставка Центрального банка для того, чтобы снижать инфляцию. И сегодня она составляет 3,8%, в то время как ФРС США держит ее на уровне 5,5%, что на 170 базисных пунктов выше. ФРС США завысила ставку для борьбы с инфляцией. И теперь она сломала экономику. Проблема, с которой столкнулась экономика США, заключается в чрезмерной закредитованности. Соединенные Штаты пустили в ход рынок облигаций и корпоративные кредиты, но все они нуждаются в том, чтобы процентные ставки ФРС США были снижены и оставались низкими. Но из-за бесконечных государственных расходов, которые не хотят останавливаться и наоборот разгоняются, ФРС не могла снять ногу с педали газа. Они слишком долго давили на газ и теперь что-то сломалось. Даже если ФРС США сегодня же сократит ставку в 7 раз, теперь уже слишком поздно. И даже призывы Илона Маска об экстренном сокращении ставки или даже срочная встреча чиновников ФРС США это не исправит. Время было упущено. И Япония самая большая жертва. Потому что они организовали повышение ставки впервые за миллион лет. Банк Японии на заседании в среду 31 июля повысил впервые с 2008 года процентную ставку. И сделал это именно тогда, когда экономика США наконец-таки дошла до ручки из-за высокой процентной ставки, даже завышенной ставки, которая сохраняется уже слишком долго. Время было выбрано просто ужасное. UBS предупреждает инвесторов о еще большей распродаже в Японии. И говорит, что покупать японские акции сейчас это все равно, что ловить падающий нож. И это то, что мы должны понять о недавнем обвале. По их же словам, большое ралли на японском рынке за последние два года не было естественным. Оно не было основано на экономических факторах. И Япония в этом плане конкурировала со всем миром не потому, что их продукция была лучше или конкурентно способнее. Это произошло потому, что японская иена рухнула. По мнению, UBS это единственная причина, по которой японский рынок так сильно вырос. Это слабость японской иены. Теперь, когда Банк Японии вмешался в экономику и поднял процентные ставки, иена начала стремительно укрепляться, а доллар стремительно падает. И именно это ралли японской иены приводит к хаосу на мировом рынке. И еще приведет, если ничего не изменится. Не зря Уоррен Баффет вывел свои деньги с рынка. Он избавился от акций на сумму 75 миллиардов долларов, включая половину позиции в Apple в последнем квартале. А за все время накопил более 277 миллиардов долларов. Об этом мы говорили в недавнем видео. Уоррен Баффет копит деньги на случай гигантского краха рынка. Чтобы затем откупить все очень дешево. Баффет не глуп. Он знает, что инфляция это реальная проблема, и поэтому хранить наличные деньги в долгосрочной перспективе не самая лучшая идея. Он это понимает. Но здесь заключается очень большая ложь, в которую все поверили. Дело в том, что он не просто переходил в наличные. За последние 4 квартала компания Уоррена Баффета, Бергшайр Хэтэвэй, вкладывала все больше и больше денег в казначейские обязательства США. 30 июня он вложил еще 81 миллиард долларов в американские облигации. И за весь прошлый год его вложения в Ти Биллс выросли со 130 миллиардов долларов до 235 миллиардов долларов. Он скорее зарабатывает по 5,3% с этих Биллсов, чем спекулирует на рынках. И это большой тревожный сигнал для всех. Баффет выбирает Ти Биллс, а не рынок. Но не волнуйся, министр финансов США Джанет Йеллен очень спокойна по этому поводу. По поводу возможной рецессии. За время моей карьеры Соединенные Штаты пережили несколько рецессий. Говорит так, как будто это что-то обыденное. Очень важно понять, как именно растущая японская иена стала угрозой и опасностью для всего мира. За последние 10 лет огромное количество японских инвесторов вкладывали деньги за границу. И это вполне логично. Японские инвесторы могли занимать японскую иену под 0% годовых. Затем они конвертировали иену в доллары США и вкладывали их в казначейские облигации США под 5,25%. Таким образом, японские инвесторы получали 5,25% гарантированной доходности, несмотря ни на что. Пока процентные ставки японского центрального банка не растут, а иена остается слабой, инвесторы могут наслаждаться более чем 5% гарантированной прибыли в год. Эта стратегия называется Carry Trade. Carry Trade – это стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок, чем-то похожий на арбитраж. Сегодня же японский центральный банк поднял ставку впервые с 2008 года, а значит, японский Carry Trade только что получил сильнейший удар. Но оказалось, что не только Carry Trade. Это вызывает большой риск того, что абсолютно вся система рухнет. Ведь дело не только в том, что японский центральный банк повышает ставки, но и в том, что рынки дают огромные шансы на то, что ФРС США экстренно и очень агрессивно снизит ставки. Шансы снижения ставки на 50 базисных пунктов уже до сентября выросли до 73,5%, а несколько часов назад они составляли 95%. Почти 95% рынка считало, что ФРС США должна снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов и желательно до сентября. Это показывает нам не просто шансы на снижение ставки, это показывает нам уровень паники инвесторов. А теперь самое интересное. ФРС США снизит ставку не потому, что Джером Пауэлл победил инфляцию, а не снизит ее потому, что экономика США находится на грани рецессии, причем по очень разным причинам. Именно из-за роста ставки в банке Японии и потенциального снижения ставки ФРС США японский кэрри трейд готов обрушиться и потянуть за собой систему. Еще интересно то, что доходность десятилетних американских облигаций только что обвалилась до 3,8%. Десятилетние облигации, которые теряют 50 базисных пунктов за сутки, это кровавая баня. Инвесторы сбрасывают все и планируют вложить деньги в облигации. И вот почему доходность очень быстро падает. И для трейдеров это тоже не очень хорошие новости. И все становится хуже. Доллар США потерял 11% своей стоимости только за последний месяц. Это делает покупку японской иены более дорогой. Получается еще один удар по кэрри трейду. Ведь инвесторы получают меньшую прибыль от американских облигаций. Процентная ставка Японии растет. ФРС США может снизить процентную ставку и при этом иена становится дороже. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет истекать кровью японский рынок. И как следствие американский. И как следствие глобальный. Поэтому единственным логичным шагом остается продажа долларовых активов и побег обратно в японские активы. Вот почему деньги уходят из американского рынка и возвращаются в то, что называется Japanese Government Bond. То есть японские государственные облигации. И как мы видим, это тоже влияет на доходность этих облигаций, которые за последние несколько дней постоянно падают. А это означает, что цены на облигации растут, а цены растут из-за роста спроса. Такая вот корреляция. Другими словами, деньги перетекают из американского рынка в японские. Даже несмотря на отвратительно низкую ставку японских десятилетних облигаций в 0,8%. Люди предпочитают держать эту японскую бумажку, чем долларовые активы. Поэтому доллар может продолжать слабеть и дальше. И это еще больше снизит глобальный спрос на долларовые активы. Это не должно было случиться, верно? Но это случилось, и нам приходится иметь дело с последствиями. Так сколько же денег вовлечено в этот кэрри трейд? По данным Банка международных расчетов, объем кредитов с преобладанием иены в марте составил почти 330 триллионов иен. Это 2,2 триллиона долларов. Под конец марта объемы операций кэрри трейда выросли на 52%, потому что инвесторы становились очень жадными. И на графике мы можем видеть всплеск иеновых кредитов, начиная с 2022 года. И это было началом роста процентных ставок ФРС США и началом обвала иены. Вот здесь это происходило. Люди увидели шанс и поверили, что ставка ФРС будет оставаться высокой и долго. Именно поэтому они занимали тонны иен, чтобы купить американские облигации. И все действительно работало довольно долго, более двух лет. Деньги продолжали поступать. Инвесторы просто занимали рухнувшую иену для покупки американских облигаций. Но ситуация сегодня развивается быстро. Кульминация наступает стремительно. Проблема в том, что сейчас мы наблюдаем, как два торнадо столкнулись друг с другом. Экономика США слабеет, поэтому ставки должны снизиться. Банк Японии, наоборот же, повышает ставку. И это лишь заставит еще больше пострадать японский кэрри трейд. Этот график от Goldman показывает нам, насколько серьезной может быть распродажа акций на американском рынке. Помни, что рецессия объявляется только спустя несколько месяцев после того, как она наступит. Так что мы можем быть уже в начале рецессии, просто ее еще не объявили. Когда ФРС начинает сокращать ставки во время рецессии, рынок, как правило, рушится. В течение следующих 12 месяцев S&P 500 может упасть на 15 и даже 20%. На фоне коллапса японского кэрри трейда это падение может стать еще более сильным. Пока мы просто не знаем, как именно это может повлиять на ситуацию. Так что теперь все зависит от ФРС США. Если ФРС США поспешит снизить ставки, это приведет к дальнейшему укреплению и иены против доллара и окончательно взорвет всю стратегию кэрри трейда. Но даже если ФРС США этого не сделает, экономика США может погрузиться в рецессию. Вот на какой развилке мы стоим. Мы выбираем между рецессией и коллапсом кэрри трейда. И что особенно тревожно, так это то, насколько мир не готов к этому сценарию, к сценарию, если произойдет дальнейший крах. Вокруг по-прежнему царит самоуспокоенность. Bank of America провел опрос и выяснилось, что огромное количество людей все еще верят в сказку о мягкой посадке. Это 68%. Только 11% считают, что грядет жесткая посадка в виде рецессии. А 18% верят в то, что никаких посадок не будет вообще и самолет летит ровно. Рецессия в Соединенных Штатах многих застанет врасплох. Но вот что интересно. После всех этих ужасов мы обнаруживаем что-то очень-очень приятное. Обрати внимание на этот график. Он показывает акции технологических компаний против золота. То есть индекса NASDAQ по отношению к золоту. И мы видим, что возможно мы стоим на пороге крупнейшей передачи богатства в истории. От рынка технологических компаний к золоту. Акции могут уйти в вековой нисходящий тренд в то время, когда золото и серебро только начинают в фазу ускорения. Судя по этому графику и этому прогнозу, нас может ожидать огромное обесценивание индекса NASDAQ по отношению к золоту. Вплоть до 88-97% падения NASDAQ по отношению к золоту. И если биткоин, как цифровое золото, будет следовать за золотом, то и по отношению к биткоину тоже. Это невероятно. Фактически мы можем увидеть глобальный коллапс, который приведет к росту золота, серебра и биткоина. И это будет впервые за очень-очень долгое время. И это поразит абсолютное большинство людей на этой планете. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok